Промысла Божия Таинственный он в первую очередь, потому что вызывает множество вопросов. В частности, вопрос соотношения промысла Божия и предопределения, промысла Божия и человеческой судьбы, промысла Божия и человеческой свободы, соотношения промысла Божия и зла. И все чаще этот вопрос набирает некую силу ввиду общемировой неспокойной такой обстановки. Мы решили тоже в нашей передаче поговорить об этом термине, об этом понятии и вот эти вот недоуменные вопросы постараемся раскрыть с нашим гостем, преподавателем Самарской духовной семинарии, преподавателем философии и богословских дисциплин Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич. Ну, наши зрители вас прекрасно знают, те, кто смотрит нас регулярно, вы уже у нас в студии не в первый раз, знают и в том числе о вашей профдеформации. Ну, припев я все же пропою еще разок, да, то есть у меня профессиональная деформация и когда я говорю как вот приглашенный в статусе преподавателя семинарии гость, я буду стараться максимально цитировать и, что называется, прятаться за статуей. Потому что, на самом деле, если вот так вот, как по моему ощущению от ситуации, людям не слишком интересно, что думаю конкретно я, сколько им интересно получить какие-то вот ориентиры, как говорил Рассел, который математик и философ, что даже если мы просто узнаем, что думали жившие до нас о том или ином вопросе, мы уже продвинемся на пути познания. Вот. Ну и поэтому я об этой профдеформации сказал не случайно, потому что, ну, сориентировайте, опять же, наших зрителей, что разговор, может быть, будет не совсем просто о вере, в том смысле, что мы будем говорить о сложном, все-таки это сложный богословский термин, и множество, еще раз повторю, всяких недоуменных вопросов из него вытекают. Мы вот постараемся в нашем цикле встреч максимально полно разъяснить, насколько это нам передача, время передачи позволит, разъяснить термин промысла Божия. Ну, давайте начнем, наверное, с каких-то общих вещей. Мы знаем, по крайней мере, на слуху употребление двух терминов промысел Божий, замысел Божий. Давайте вот, может быть, именно с этого момента начнем, то есть разъясним какие-то вот эти общие, общие или разницу этих терминов, а потом перейдем, в принципе, наверное, к истории философии. То есть наверняка же это не нечто новое явление в христианстве, да, то есть каким-то образом участие богов осмыслялось и в древнегреческой философии, и в римской философии, ну и так далее. Да, и в любой дохристианской философии. Да, 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 да. То есть и в любой религиозной системе, в принципе, да, то есть так или иначе человек задается вопросом, какое место в мысли бога, да, о мире занимаю лично я. Вот. Вот промысел и замысел, мы знаем два термина. Это одно и то же или нет? Ну, во-первых, действительно, давайте разграничим термины в соответствии, опять же, с академической традицией преподавания, что в философии, что в богословии. Значит, замысел — это то, что бог имеет о мире и о космосе, и о вселенной глобально, и этот замысел претерпел некоторые изменения. То есть христианство говорит о том, что Господь замыслил человека как свое подобие и поселил его в Эдемском саду. Но замысел бога был подкорректирован. Это не значит, что Господь не предусмотрел этот замысел. И тут еще вот тут опять спасибо за подводку, что называется. Мы будем по мере продолжения разговора множить термины, да, то есть вот это было ли предопределение, всезнающий ли бог, если он вот предвидел эту ситуацию, сколько ситуаций он вообще предвидел. То есть это будет такой куст вопросов, который будет только множиться, и поэтому нам действительно надо сначала прояснить термин. Итак, замысел термины. Замысел — это то, что бог замыслил изначально, как вот творец в греческом символе веры поэтос, да, то есть как поэт, который воплотил самые красивые и самые совершенные из замыслов. То есть как художник имеет у себя в разуме множество вариантов, какую статую делать или какую картину рисовать, и он выбирает, будет ли это пейзаж, или будет ли это натюрморт, или будет ли это портрет. И Господь из множества разных вариантов выбрал самый совершенный. Как вот в философии потом скажет Левниц, наш мир — это лучший из возможных миров. Это касательно замысла. А промысел, вот мне очень нравится определение в славянской Библии, то есть промысел — это смотрение Божие. То есть вот он одновременно и созерцает мир, и в то же время присматривает. И вот присматривает за миром и за всяким живым существом в мире. Тоже очень важный момент — за всяким живым существом. То есть христианство считает, что… христианское откровение состоит в том, что мир проникнут любовью, и Господь промышляет обо всем. И, собственно, Евангелие об этом и говорит. Посмотрите на птиц, которые не сеют, не ждут, но Отец Небесный питает их. И действительно, вот как так получается, что когда приходит время, лосось идет на нерест, а ласточка вьет гнездо без записи на вебинар. Пять способов быстро и эффективно вить гнездо. То есть там же мозг-то птичий, как оно так вот ориентируется. То есть христианское откровение говорит о том, что вот это следствие того, что Господь присматривает за всякой живой душой, и даже, собственно, не живой, а за миром в целом. Это первый момент, то есть это смотрение Божие. И как вот римляне писали на зданиях, «Deus conservat omnia». То есть это тоже такая очень важная мысль в религиозном мировоззрении, что в конечном итоге Бог еще и хранит мир. То есть conservat не дает ему рухнуть в хаос, потому что действительно, если мы трезво посмотрим сами на себя, на тот банальный такой момент, что мы не можем представить полностью последствия даже наших собственных действий. То есть собрались на шашлыки, никто не планировал ломать челюсть лучшему другу. И как так вышло? Ну вот, ой! И вот если Господь не будет препятствовать эрозии, препятствовать хаосу, вот эта вот греческая и римская мысль, то все мироздай очень быстро придет в тотальный беспорядок. То есть промысел – это то, что Господь консервирует и удерживает мир от хаоса, но не консервирует в плохом смысле, что типа вот все замерло, как в диораме, и ничего не двигается. Но в то же время он еще и отдает свободу венцу своего творения. То есть вот у животных свободы нет, да, то есть котенок вырастет котом, ну и так далее, да. И мы уже при рождении можем сказать, что этот пустышный комочек будет играть с фантиком, гоняться за мышками и урчать. И у него, в общем-то, выбора нет. Может быть, он хотел стать вегетарианцем, получить философское образование, вообще переехать из Сибири в Африку. Но нет, вот он сибирский кот, он предназначен к обитанию в Сибири, и выбор у него... А вот у человека, когда рождается человеческий детеныш, мы не можем сказать ничего, будет ли это великий композитор или великий завоеватель. Может быть, это новый Ичингисхан, а может быть, новый Леонардо. Причем Ичингисхан и Леонардо – люди не слишком религиозные. То есть по-своему-то да, но в христианском смысле далеко нет. То есть в этом плане, еще раз, замысел – это то, что Господь предполагает. Промысел – это... Ну, то, чтобы просто закончить с темой замысла. Замысел в случае, когда, например, мы говорим о человеке, творце, мы говорим, что, ну, скажем, вот, жил-жил, человек шел по улице, и вдруг появился замысел. В отношении Бога мы как мыслим замысел? Он, этот замысел, условно говоря, всегда существовал предвечно, или этот замысел тоже в какой-то момент появился, тогда вот, собственно, и начала разворачиваться история творения человечества и мира всего? Как вот отвечать на это? Спасибо за реплику. Тут, да, действительно, надо сходить вот в небольшой такой экскурс отступления. Действительно, был такой некий спор в христианской мысли, что если мы исповедуем, что Бог – это творец, то получается, что Бог как творец, он не мог себя проявить, не мог себя не проявить, прошу прощения, как творец. То есть, получается, если он творец, он автоматически обязан создать мир. Но это входит в противоречие с другим важнейшим христианским тезисом о всемогуществе Бога, потому что Бог не только властен, делая все, что он хочет, но он также, его невозможно заставить, он абсолютно свободен от необходимости делать то, чего не хочет. Вот если в некоторых писаниях Оригена, небесспорного автора, который, кстати, не канонизирован и, более того, осужден Пятым Вселенским собором, но он предпринял попытку написать первую систему христианского богословия, говорится о том, что вот, ну да, некоторые такие вот догадки есть, что если Бог творец, то появление мира – это необходимость. На что Оригену было потом возражено, что на самом деле мы должны различать творение по сущности и творение во времени. То есть по сущности Бог всегда художник и всегда творец. У него было множество проектов, множество там симфоний, в конечном итоге всякое вдохновение от Бога. То есть он истинный источник всякого нового. И человек богоподобен именно потому, что он может творить. Вот ангелы творить не могут, животные творить не могут, ну и, собственно, бесы, как падшие ангелы, тоже лишены творческого начала. И таким образом получается, что Бог из вечности по сущности творец, но то, что у художника есть множество проектов в разуме, его не обязывает воплощать ни один из них, ни лучший, ни худший, ни наиболее экономически выгодный, ни политически выгодный, никакой. То есть вот так было преодолено это затруднение. То есть еще раз, Бог по сущности внутри себя, в своем божественном разуме имеет проекты множества миров, но в какой-то момент, то есть он был до существования мира, и он, как и художник, который не привязан к своей картине, то есть никакого портрета Дарьяна Грея в этом случае мы не наблюдаем, когда перестанет существовать статуя, картина, или там будет отыгран спектакль, это не приведет ни к смерти режиссера, ни к смерти актеров, ни к смерти автора. Ну и вот я вас перебил, кстати. Не страшно. Да. Ну то есть немножко резюмирую. Замысел — это, собственно, тот замысел о мире, как о творении, не промысел. Который имеет художник, режиссер, до того, как он приступает к созданию. И промысел — это длящаяся во времени присматривание и забота о уже сотворенном мире. Ну опять же, когда режиссер ставит спектакль, то есть мы вот тут уже отсылались к античности, вот у стойков был такой интересный концепт, как концепт фатума. Вот я как раз хотел... Что вот весь мир — это гигантское театральное действие. И чтобы получился спектакль, ну никто же не будет смотреть про абсолютно счастливого человека, у которого все хорошо. Вот человек идет по улице, покупает мороженое, с удовольствием его ест, идет в пар, гуляет, кормит уточек. Ну а как же пыщ-пыдыщи пью-пью? Как же вот разрушенные города, боевые роботы, превозмогание, спасение друзей, тяжелый выбор между личным счастьем и общественным благом. То есть обязательно нужна коллизия, и нужен какой-нибудь тиран, какое-нибудь зло, что-нибудь нужно преодолевать. И стойки говорят, что в этом случае все мы — это актеры, которых режиссер подталкивает к воплощению своего замысла. И в этом случае, с одной стороны, это очень печальная концепция, потому что все предопределено. И если человек должен начать войну, он ее начнет. Если должен появиться Чингисхан, то Чингисхан просто будет выдернут в своих степях, и никого не волнует, что он по этому поводу думает, и просто вот ему придется это делать. Но, с другой стороны, это же и снимает всякую ответственность человека. То есть если человек богат, то не потому, что он трудолюбив, везуч, что он умеет придумать что-то новое и воплотить это, нет, потому что так решили боги. Если человек, опять же, беден, не потому, что он страдает какими-то недугами, зависимостями, что он неорганизован, что он не умеет систематически подходить к делу, которое делает, нет, просто так решили боги. Ну и, соответственно, это мы встречаем у стойков, и если пришло твое время уйти со сцены, то, ну, уйди, и в целом, ну, отсюда, кстати, опять же, и концепция вот этого античного самоубийства. То есть это тоже можно обставить, как это не мой выбор, но таковы обстоятельства, что вот христианство резко против подобного. Но в целом такой концепт мы встречаем, что вот есть режиссер, который свой замысел подталкивает к какой-то кульминации пьесы, но при этом тут на исполнении замысла может влиять не только любой актер, но и любой статист на сцене. Достаточно посмотреть ролики на ютубе, когда там вот кто-нибудь на заднем плане, играет или взаимодействует лучше, нежели тот, кто на переднем. И в этом плане тоже еще очень важный момент, почему это религиозная концепция. Потому что если мы берем мир как театр, то никто из нас как актеров не может представлять полностью замысел пьесы. Театральные актеры, они хотя бы читают постановку, и они могут видеть основные линии, потому что они знают друг друга, и трупы из десяти человек может вполне себе сыграть гамлет. А вот если это гигантское представление, то вот смотрите еще раз, как вот к вопросу о неспокойности в ситуации в мире, то стойки, например, с одной стороны говорили, что ну вот, как Борис Джонсон, попрощайтесь с близкими, или как Меркель, что 70% будет инфицировано. То есть ну вот, ну сыграйте вашу роль достойно. То есть если режиссер решил, что вы должны заразиться, то вы... и вот как бы трепещите, это не трепещите, у них был хороший образ пёс, привязанный к телеге. У него два варианта. Телега начинает двигаться, и пёс прибудет вместе с телегой в место, куда телега направляется. И он может делать вид, что я и сам туда собирался, мне прямо вот сильно надо, и он приедет туда вместе с телегой, то есть прибежит, и будет, ну такой размявшийся, лоснящийся, и сможет отдыхать. Или он может здесь всеми червя лапами упираться, говорить, я не хочу туда, зачем мы туда повернули. И в итоге он окажется в том же месте, где становится телега, только потрёпанный, с переломанными лапками, со свалявшейся шерстью. И вот в этом стоическая концепция. То есть стоицизм — это мужество перед лицом всего остального. И мудрец — это вот такая вторкия, самодостаточность, которая замыкается в себе. То есть вот тот венец, который смогла предложить греческая философия. То есть вот... А какие есть ещё концепции на человеческую судьбу? Ну вот мы знаем, например, дейстическую концепцию на Творца. То есть Творец создал мир премудро, разумно. Как часащик часы. Да, всё абсолютно совершенно. Запустил этот механизм и отступил на 30, на 40, на 50 шагов. И больше не вмешивается в жизнь того мира, который он сотворил премудро. Ну то же самое, это отрицание промысла. То есть, во-первых, часовщик, прошу прощения, уже не присматривает за часами. То есть чтобы он пришёл, надо ему сообщить, что часы сломались. А как мы, во-первых, узнаем, что мир сломался, а во-вторых, куда мы его понесём? Это первый момент. Второй момент, ну в целом, да, это вот такое античное миросозерцание. Когда Цицерон пишет против христианства, он говорит о том, что мир — это жилище бессмертных богов. И не надо себе льстить, и место людей в этом мире — это место мышей в подвале, и ласточки, которые свели гнёзда на крыше. То есть пока они не обременяют действительно хозяина дома, то, разумеется, мыши могут там шуршать по ночам, а ласточки, ну иногда даже приятно на них посмотреть. Но как только мыши досадят хозяйке дома, или ласточка там как-то вот нагадит на пикнике в корзину с едой, то немедленно всё будет приведено в начальное правильное состояние. То есть в этом случае, в любом случае, отрицание промысла — это и деизм, и пантеизм, и фатализм, и вот все вот эти вот измы — это то, что говорит разными способами, и разными языками, и разными образами, примерно об одном и том же. «Люди, не льстите себе, вы никому не интересны». И в целом Господь займётся человечеством только если, это в оптимистических концепциях, если человечеству будет грозить полное тотальное исчезновение. То есть судьбы индивидов, богов не интересуют, но, как мы часто встречаем во всяких разных мифологиях, если людей не будет вообще, то кто же будет приносить жертву? То есть судьба конкретного на биовульфа богов не особо волнует, но если надо будет спасать род человеческий вообще, и Тор обещает покончить здесь с ледяными великанами. Не потому, что они убили его лучшего друга, ну потому что вот они, либо они, либо люди. И вот как-то надо ограничить великану, чтобы люди тоже оставались, но не по именному списку, а просто как вид. Ну вот, то есть это самый оптимистичный из вариантов, который предлагает вот религиозная мифологическая. Получается, языческая. Ну да. Мифы все-таки, мы не будем говорить, что христианство – это миф, ни в коем случае. Ну, если только не брать концепцию Лосева, вот. Ну, я имею в виду Бультмана, конечно, но с домифологизацией христианства. Но, заметим, Лосев тоже все-таки не канонизирован. Педантичная зануда во мне принуждает меня произнести это на камеру, что все-таки вот есть тексты христианских интеллектуалов, которых церковь рекомендует в качестве вот святоотеческих писаний, а есть просто вот, просто. Тексты Лосева – одни из самых интеллектуальных текстов, вообще написанных на русском языке в 20 веке. Оно равно, как и отец там, Павел Флоренский, но все-таки ни Лосев, ни Флоренский не канонизированы, хотя в плане религиозные мысли, это на данный момент я не знаю вершины выше. Ну вот если вернуться, собственно, наша сегодня первая встреча, первая передача посвящена каким-то общим вопросам. Вот мы дали концепцию языческого мира. С фатумом, где нет промысла, а есть только замысел. Вот как боги решили, то есть вот рельеф не всего, прошу прощения, что перебил, это Рагнарёк. То есть этот балет... Я думаю, что для наших надо... Этот балет уже давно расписан. То есть как бы закончится мир вплоть до того, что волк Фенрис бросится вот на этого, откусит ему руку, тот, превозмогая боль, возьмёт свой боевой топор. То есть это знают вообще все вот уже несколько тысяч лет. И боги это знают, и викинги, которые в Вальгале пируют, которые пали героями, это знают. И даже сам Фенрис в своём этом самом собачьем и волчьем понимании тоже знает, куда он должен кинуться. То есть это замысел, который будет проведён вне зависимости от того, что думает Тор. То есть, казалось бы, да, мы же все смотрели там какое-нибудь минувшее будущее или все вот эти вот истории про назад в будущее и машину времени. То есть ты же можешь, если ты знаешь, что тебе сейчас откусят руку, ну, не было бы логично, поскольку ты разумное существо, в этот момент раз, и как-то вот, или как вот думает Шерлок Холмс в экранизации Гая Ричи, вот этот дуэль с Мориарти, когда он всё просчитывает и понимает, что надо ломать эту схему, иначе он проиграет. Ну, то есть, опять же, вот все желающие могут посмотреть, если кто, визуал, на визуальные иллюстрации. Ну, тоже представляете, каково жить с этим миросозерцанием, что в целом всё кончится плохо, но, повторюсь, иметь судьбу в древнем языческом мире это благословение на самом деле. То есть, вот, Эдип, он же на самом деле не виноват, но все остальные просто статисты. Беовульф, его никто не спрашивает, он должен отдалеть дракона, а его дружина в 300 человек поляжет, просто чтобы оттенить подвиг, что вот если бы Беовульф один на один сразу победил дракона, ну, это было бы не бесспорно. А когда с ним было 300 человек, они все погибли, а он вышел с голыми руками и отдалел, вот он герой. То есть, в этом случае 300 статистов, а они чьи-то дети, у них уже семьи, у них дети. То есть, вот как это? Опять же, хотели ли греки и троянцы воевать? А никого не волнует. Лаакаон пытался препятствовать божественному замыслу. Опять же, все желающие могут перечитать. Опять же, паки-паки, прошу прощения, мой припев, опять же, что я имею профессиональную деформацию, отсылаюсь к текстам, концептам, это все можно проверить. Хотя, конечно, понимаю, что не все были готовы к форматах лекции. Ну, собственно, студенты не готовятся к лекциям, я открою страшный секрет, только преподаватели. Ну, вот, к сожалению, я не успел задать свой финальный вопрос, но тем лучше. Может, перейдем в следующую программу? Да, безусловно, с него, может быть, мы и начнем, потому что мы сегодня ставим такое очень приятное многоточие. Надеюсь, что это многоточие заставит, ну, не заставит, а вызовет живой интерес включить свой телевизор в следующий уже вторник, вторник, для того, чтобы продолжить вот этот диалог, потому что то, что мы описали языческую картину, назвали ее языческой, повесили ярлык, что, как бы, тема предопределения, тема фатума, тема судьбы, тема театрального жизни, как театрального представления, нам чужда, и мы ее не разделяем, имеется в виду, христиане. Я поспою, но через неделю. Вот, да, но меж тем огромное количество вопросов возникает к нашему, условно назовем, да, так, нашему Богу и к нашему вероисповеданию, вероучению, именно как к Богу языческому, который в своих руках, как марионетки, держит людей, тогда почему столько зла, почему страдают праведные, почему умирают дети и куча-куча-куча всего. Если он присматривает, если он приглядывает за каждым корнеплодом на грядке, как пел Гребенщиков, то... Все они марионетки в ловких и натруженных руках. Да, вот, встает очень много вопросов, и я надеюсь, что мы в следующий вторник продолжим именно разбирать, разбираться с этой темой, отвечая на эти вопросы. Спасибо за сегодняшнюю передачу. С вами, дорогие зрители, мы прощаемся. Надеюсь, в следующий вторник вы к нам присоединитесь для столь удивительного и увлекательного диалога. Храни всех вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok